Да, легенды и мифы древнего НИИ, легенды и мифы Александра современного русловизия. И очень нам интересно то, что это хорошая тема, потому что у меня есть такая разработка, которая называется «Этапы развития русловизия». И там на каждом этапе были свои продвижения, были свои заблуждения. Потом этот этап поменялся новым. Там опять были свои достижения и свои заблуждения. И они сменялись. Я показываю, что сейчас, что актуально, что дальше. И что интересно, одним из типичнейших заблуждений является оставаться в предыдущем этапе. Копаться в том, что прошлое. Поэтому это тоже скажу. Но сейчас очень важно как раз легенды и мифы не древнего русловизия, а легенды и мифы современного русловизия. Как сейчас пудрят мозги сами себе исследователи. Это не ученые, коллеги. С учеными сложнее, потому что у ученых бесконечность. Они занимаются чем хотят. Они получают любые результаты, а потом не знают, что с ними делать. Потому что большей частью они неприменимы. Я буду говорить о том, что интересно нам с вами. Практикам. Тем, кому нужно писать примеры. Не примеры, а главы процесса в отчетах по лечению гидрометовыскания. И как раз поэтому нам поинтересны как раз 10 примеров глав. Например. Какие мифы? Например, то, что внедрено в СН. В современных нормативных документах есть много глупостей. И кое-что я знаю, откуда выросли эти глупости. Почему они появились там с надеждой на будущее или еще как-то. Но это как раз будет тема следующего вебинара. По порядочку пойду расскажу. Например. Например. Есть там формула. Потому что вот посмотрите. Есть наука. Вот это бесконечная наука. Срез которой я посмотрел сейчас в Архангельске. в очередной раз. Есть тысячи практиков, инженеров. Вот мы с вами инженеры. Нам надо заработать деньги. Нам надо разобраться с участком. Нам надо написать правильным образом главу. По словам процесса, чтобы было нам понятно, чтобы было читателю понятно, чтобы эксперту было понятно, чтобы параллельщику было понятно, чтобы он знал, как это учитывать. И мы не знаем, что делать. И что мы же не лезем во всю науку курсового процесса. Потому что она непобъемная. Она бесконечная. Она запутанная. Она такая вообще. Это такой вот длинный каос, который там лежит что-то, там лежит, там что-то. И с этим полностью разобраться очень сложно. Если кому-то очень надо, то есть у меня вебинары. Я тоже читал по теории курсового процесса. Я там пытался выстроить современную такую систему. современного руссоведения, как науки. В приложении к нам, к практикам. Но мы все равно, что делаете вы? Что вы делаете, новички или неновички? В любом случае, какой у вас опыт есть. Что вы делаете? Вы берете нормативные документы. Вы туда залезаете, смотрите, думаете. Сейчас-ка я его прочитаю. Его писали умные дяденьки, там профессора, доктора всякие. Уделенные сидинами. И значит, они там все сделали правильно. И моя задача очень простая. Это внимательно прочитать нормативный документ, разобраться во всем и его применить. Это, кстати, тоже один из мифов. Кстати, может быть, туда надо уже переключаться, потому что у меня есть на эту тему там слайдик. Это уже миф, коллеги. Почему? Потому что там, во-первых, не все. И вот, Александр, как раз на эту тему мы делали, делая специальный такой лубинар по малым рекам, я показывал, что в науке есть общая такая гидрология. В той науке, кому было поручено делать нормативные документы, они занимались тоже вот этой частью науки, и они занимались большими реками. На основе больших рек они вывели, значит, идеи о том, что вот так-то могут эти реки развиваться, там, неандрирователи, условно-балкармцы. На основе работы с большими реками они поняли, что вот так можно... Это был грандиозный прорыв, когда было принято решение, как бы не принято решение, а был найден вот этот инструмент, познание, что происходит с рекой, который называется аэропотосъемка. А сейчас это космическая съемка. Это был тогда прорыв, это был взрыв просто информационный. А выяснилось, что оказывается, для того, чтобы разобраться с взрывными процессами, нужно не только... То есть не как обычно, делать промеры, ходить в поле. Оказывается, можно использовать разновременные космические снеги. Это был грандиозный прорыв. Это примерно сравнимо с тем, что когда там, кто Ливенгоп, сделал капельку из стекла, и через эту получившуюся линзу начал смотреть на микрон, или кого он там открыл. Но мы-то это не знаем ничего. Мы-то считаем, что в нормативном документе все написано правильно. И внимательный какой-нибудь кандидат наук, который решил заработать деньги тем, что напишет раздел про процессов отчет по линзу гидрометазисканиям. Он же все умеет. Читать он умеет. Писать он умеет. Анализировать он умеет. Он все умеет. Вроде бы. И он говорит, ну вот все, сейчас я найду. И листает этот ВСМ. Листает, 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 как что-то много. Написано, 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 написано. Потом бас. Формула. Такая клинная, красивая формула. И он думает, о, значит, тут формулы, они такое вот магическое, мифическое впечатление проводят. И думает, о, раз есть формула, значит, надо теперь только найти вот эти параметры, вставить в эту формулу. Ведь, коллеги, знаете, да, как делают по формулам? Для того, чтобы что-то рассчитать, нужно две вещи. Первая – это формула, и вторая – это параметры, которые нужно вставить в эту формулу. И он думает, ну, все, раз формула я нашел, значит, я полдела уже сделал, осталось мне сделать вторую часть. Это вот найти вот эти параметры. Коллеги, так вот формула – это мифическая. Потому что она не для расчета того, для чего бы хотелось. Она не для расчета плановой информации. Она для пересчета максимальных расходов, максимальных размывов в углу этого берега, вершине излученной, мянорежущей реки. В размывы в других створах. Вот это типичнейший миф. И почему я вот… Этот пример у меня был еще раньше, еще до этой конференции. Я уже, так сказать, еще неосознанно собирал вот эти всякие ляпсусы и ошибки. Почему этот ляпсус очень вот такой важный? Потому что он очень-очень-очень внедрен в мозги простых инженеров. Они находят эту форму, начинают ее как-то применять. Мне присылал, значит, на консультацию опытный гидролог, очень опытный, главным гидрологом работает, имеет корочки эксперта. И он присылал у нас на консультацию свой участок, на котором показывал прямое русло послово-надорукавностью и применение вот этой формулы. То есть я у меня просто вот так… То есть я думаю, ну, вообще ничего не понимаю. Потому что эта формула, она применима непосредственно для меандрирующей реки. Он ее применяет для любого реки. Она была выведена, она была выведена Николай Евгеньевичем просто как схематизацию развития меандрирования. Ну, это я покажу, коллеги. Это я буду показывать и на курсах, и на вебинаре. И вам покажу специально вот эту формулу и покажу, почему ее делать нельзя. А почему я вот в нее вцепился, как вот один из примеров таких миров? Потому что на прошлых курсах уже не квалификация. Приехала девочка молодая, ну, в какой-то мере, наверное, опытная. Ну, тут, коллеги, по русловым процессам мы все одинаково опытные. Я знаю, что все одинаково неопытные. Вот она приехала, говорит, вот мне нужно делать отчеты, я не знаю, как. Я пыталась применять эту формулу. Вот. Я говорю, а ее не надо применять вообще. Во-первых, потому что она только для свободного меандрирования, а во-вторых, потому что она не работает. Даже если у вас меандрирование. Ее применяют, это вот один типичный пример. такой вот. Ну, в общем, это следующий вебинар. Сейчас зря я вам его рассказываю. Вот.